Друзья, дурелом продолжается. Мурманский порт, оказывается, захватили иностранцы, а теперь их выдворяют. Что же происходит на самом деле? Какие иностранцы захватили Мурманский порт? Вот что же происходит, друзья. Дурелом. На самом деле дурелом. Конечно, можно дурачиться, но это дурелом. Это ненормальное. И, наверное, рассчитываю, что у всех в мозгах этот дурелом продолжается, поэтому можно совершенно спокойно так себя вести, смеяться над народом. Сегодня вовсю смеются чиновники, но ведь кто смеется, тот, кто повыше, тот может смеяться. А все остальные, а все остальные под козырек и выполняют все, что необходимо тем, кто смеется. Итак, суд постановил взыскать доходы Российской Федерации 100% акций Мурманского рыбного морского порта. Такое решение было вынесено после рассмотрения иска Федеральной антимонопольной службы к иностранным инвесторам незаконно завладевшим предприятием. 30 лет владели, если не 35, а теперь оказывается незаконно. Ну что в мозгах у этих чиновников, которые делают такие постановления? Незаконно. Вот незаконно 35 лет владели проданным с кондачка и, скажем, с молотка дешевого российскими чиновниками. И вдруг оказывается это незаконно. Когда покупали Мурманский порт, все было законно. А теперь оказывается это все уже незаконно. Теперь оказывается разобрались. Наконец-то через 35 лет. Страна идиотов. Это абсолютно верно. В Иске ФАС указано, что группа лиц, включая иностранного инвестора, путем цепочки сделок установила полный контроль над портом. Ответчиками выступали компании из Сингапура, Кипра, Венгрии. К ним перешел контрольный пакет акций, а соответственно право руководством порта. Рыбный порт в Мурманске имеет стратегическое значение для оборонных целей страны и безопасности государства. Раньше не имел. 35 лет не было такого значения. А теперь вдруг такое значение. Уставной капитал более 237 миллионов рублей. Но они же вроде не принадлежат государству, а тем, кто владельцем является этого порта. Но плевать теперь, ведь идет экспроприация экспроприаторов экспроприаторами. Порт занимается перевалкой не только рыбной продукции, но нефтью, а также промышленных предприятий. Какие-то продукции туда поступают. Поэтому суд посчитал, что стратегически важное предприятие должно быть национализировано и встало на сторону ФАС. Вуаля! Еще одна очень интересная новость, друзья, которую вы совершенно не ждаете. Ведь теперь можно всякого, кто неудобен был, кто мешал, от кого нужно было избавиться, подкинуть на Крымский мост и сказать вуаля, он там находился, он там валялся, он там был в машине, проезжающей мимо взрыва. И взрыв-то, конечно, такой сногсшибательно-блистательный, цирковой, надо сказать, взрыв, если вы разберетесь. А если не разберетесь, приходите ко мне на канал, я рассказываю, на Бусти приходите, там тоже я рассказываю более подробно, что же случилось на Крымском мосту. Итак, друзья, по имеющимся данным, количество выросло погибших на Крымском мосту до четырех человек, а сначала было три человека, а теперь уже четыре. И среди них оказался судья арбитражного суда города Москвы Сергей Владимирович Маслов. Его тело не опознали, но собираются опознать. Вуаля, очень интересно, друзья, а в пресс-службе арбитражного суда не смогли подтвердить или провернуть информацию ТАСС о смерти Сергея Маслова. Там сообщили, что у них пока нет никаких вообще данных об этом, они ничего не знают. Сергей Маслов получил должность судья арбитражного суда Москвы в 2014 году указом президента Российской Федерации. Он входил в состав судебной коллегии при рассмотрении споров, возникающих в гражданских и иных взаимоотношениях и правонарушениях. 8 октября, как вы знаете, на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, из-за этого загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушилось два автомобильных пролета. И, как я уже сказала, что сообщалось-то о трех погибших, а теперь откуда-то вылез еще четвертый. И, вероятно, его некуда было сбросить в Москве, а потом его поэтому прикрепили сюда, к Крымскому мосту. Ну и сам-то вообще этот эксперимент с Крымским мостом, друзья, это такой цирковой номер. Если вы начнете разбираться, если не будете слушать активно телевидение и радиовещание Москвы, то вы начнете разбираться, что же такое случилось на Крымском мосту. Ничего не совпадает, никаких прилетов ракет не было, а сделать вам 3D изображение – это запросто. Почему бы нет? Все это очень-очень просто. Так ведь людей считает Залахов, а тем более, вот видите, подкинули судью арбитражного суда. А кого еще дальше нам подкинуть на Крымский мост? Возможно, еще парочку генералов из Генштаба. И это тоже все совершенно возможно. Такая вот у нас странная жизнь, галлопирующая шизофрения, бежит по стране. Ну и ситуация, друзья, у нас сегодня в стране и за пределами нашей страны. Ведь после того, как пограничные пункты Грузии, Казахстана, Киргизии и других стран россияне наводнели, и помните Финляндии, помните Прибалтику, во все страны побежали. Они готовы бежать были и в Украину, ну в Украине кто же их теперь, там только с пушками встречают таких россиян. Знаете, очень странно, эти россияне, которые побежали, не все, конечно, но говорят большая часть, начали кричать, что они русские, а не за Россию. И как бы так ни странно звучало, но они и за ту Россию, которая сегодня бомбит Украину. Звучит странно? Конечно, странно, друзья. А еще более странно, это то, что они убежали от этих самых бомбежек. Они убежали от мобилизации. А кто убежал? Конечно, часть россиян убежала тех, которые действительно боятся и побежали от бомбежек. Но большая часть россиян, тех, которые побежали и убежали, и надо сказать, что это бойцы невидимого фронта, которые сегодня наводнили Грузию, Казахстан и Армению, Киргизию. Эти ребята являются вероятнее всего спецагентами Москвы, Кремля. Они наводнили с тем, чтобы кричать «Мы за Россию, мы за русских, русские придите, помогите нам». Это такие слухи ходят по всему интернету, друзья. Это реальность, которую необходимо ожидать вам. Вы не думайте, что все они прибежали и будут сейчас благодарить вас за то, что вы их приняли. А вы помните квартиры, когда в Москве не сдают квартиры людям третьего сорта, людям из Азии? Как их называют «чернолупами», а теперь к этим «чернолупам» побежала вся Россия спасаться, спасать свои «белые», спасать «белые» побежала вся Россия. Что происходит, скажите, друзья? Не стыдно вам те, которые побежали, побежали к «чернолупам» спасать свои «белые» задницы? Итак, друзья, те, которые сегодня находятся в Грузии, Казахстане, Кыргызстане, смотрите внимательно в оба. Люди, которые прибежали к вам, могут готовить у вас, на вашей родине, на вашей земле очередную революцию и призывать потом русские танки «придите, спасите нас». Это очевидно, что многие из них прибежали спецы к вам, именно обученные спецы диверсионной подрывной идеологической деятельности. Поэтому будьте внимательны на слова ваших соседей, которые кричат, что они за Россию, когда они сами якобы сбежали от мобилизации. А вот уникальнейшая новость, о которой я хочу вам рассказать. В правительстве объяснили, как живущим за границей россиянам сняться с воинского учета. Ай-яй-яй, что же это такое? Ну, знаете, наверное, на *** полностью рассчитаны такие заголовки. Гражданам России, которые проживают за рубежом, для снятия с воинского учета необходимо лично явиться военкомат и подать письменное заявление. В нем требуется указать причины снятия, а также новое место жительства. Об этом сообщают на правительственном портале «Объясняем.РФ». Частичная мобилизация была объявлена Владимиром Путиным 21 сентября. Отсрочку выдают на год с возможностью продления. Под данным Форбс, на фоне мобилизации страну покинуло примерно, ну, вообще-то сейчас уже говорят, миллион двести человек. Как это считается, я не совсем знаю, потому что на каждой границе, не только официально, ведь проходят, но и ползком на пузе переползают. Вот бы сюда сейчас пограничника Карацупу, он бы вам всех их вернул назад, но его больше нет, потому что, ну, друзья, на самом деле, конечно, очень многие люди просто проходят границу и за это платят большие деньги, чтобы только сбежать из России. Кремле называли эту информацию уткой, что люди покидают страну, но конкретные данные по числу уехавших не привели. По состоянию на 4 октября призывали, якобы уже в армию призвали свыше 200 тысяч человек. Ну, мне так кажется, больше. Судя по информации, читайте, читайте прессу, там все сказано, и так много информации. Но официально нам говорят, вот такие ситуации у нас развиваются. Итак, друзья, какой же дурак побежит в посольство, живя в другой стране? Допустим, живет парень в Испании, и вдруг он должен побежать в посольство, но сняться с воинского учета. Но в посольстве ему говорят, езжай-ка ты, друг, домой, в Россию, и там снимайся с воинского учета. Так гласит требование. Он должен лично явиться в военкомат и подать письменное заявление. А тут его цап-царап за задницу. И давай-ка, брат, на войну, дальше отдыхать будешь, когда жив останешься. Вот тогда, может быть, ты... Ну, понимаете, вот такую глупость пишут, я не знаю для кого. Почему настолько тупые чиновники? Или они рассчитывают, что народ еще тупее? Тупее тех, к кому они обращаются. Все, кто выехал за границу, бегите назад в военкомат и снимайтесь с воинского учета. Но, друзья, это же, конечно, дурелом какой-то, а уже совсем не в мозги. Как можно вообще об этом думать даже, чтобы прийти в Россию в военкомат и сняться с учета? Бегите, братья-кролики! Бегите! 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 Бегите!